приветствую вас уважаемые зрители очень много в комментариях я прочитал постов ваших где вы просите рассказать детальнее показать больше монет царской россии именно золотых монет николая второго и нам удалось приобрести три крайние монеты которые подходят под эти критерии а именно 5 рублей 7 с половиной и 10 рублей николая второго в разном состоянии я вам покажу и немного расскажу о ситуации с динамикой цен на этом рынке первая монета это 5 рублей 1898 года для совсем уж новичков скажу что данная монета исполнена из золота 900 пробы весит 4,3 грамма и это одна из самых распространенных монет такие монеты на рынке сейчас продаются от 350 долларов до 380 долларов конкретно этот экземпляр нам удалось купить за 340 долларов и я считаю что это очень неплохая покупка так как монета субъективно пошел да ну где-то ау-58 вторая монета это семь с половиной рублей николая второго если брать субъективный топ то большинство коллекционеров эта монета на втором месте после 15 рублей то же самое по популярности конкретно этот экземпляр я думаю где-то пошел да ну ау-55 ау-58 по яркости поля точно ау-58 потому что на реверсе очень много осталось в защищенных местах штемпельного блеска такие монеты сейчас на рынке на рынке продаются около 1000 долларов нам удалось доставкой всеми тратами эту монету приобрести приблизительно за 920 долларов и я считаю что покупка довольно неплохая потому что есть очень значительный спрос на данные монеты тем более внимание уделяется всегда именно гербам так как на такой монете гербы больное место они сильно вытираются очень много лысых монет эта же монета целая на ней приятные гербы приятный штемпельный блеск отсутствие запилов каких-то царапин следов чистки есть конечно же царапинки следы от мешкового хранения потому что эти монеты много еще в те времена насыпались в такие мешочки кесеты таким образом хранились и потому монета имеет такие следы характерны но это даже хорошо третья монета это десяточка десяточка 1899 года очень распространенная монета также 900 проба вес 8,6 конкретно этого экземпляра 858 монетам по нашему субъективному мнению где-то ау-53 она не настолько хорошая как предыдущие два экземпляра и приобрели мы ее только потому что она продавалась дешевле ниже рынка такие монеты даются где-то от 620 долларов до 670 почему такой разброс зависимо от яркости экземпляра такая монета может и за 700 продаваться если очень яркий штемпельный блеск а этот экземпляр нам удалось купить дешевле 600 долларов приблизительно с доставкой 585 долларов она обошлась неплохой образец но для коллекционеров она не являет такой большой ценности она все же для инвесторов больше подходит потому что есть спрос среди коллекционеров как раз на монеты в немного рабочем состоянии на царские но чтобы максимально дешево есть люди которые инвестируют в от в то что знают и такие монеты как сеятель как царские пятерки и десятки даже чуть подутертые они среди таких коллекционеров которым 50 лет 45 лет такой возрастной категории они очень ликвидны часто бывает такое что на клуб коллекционерский или даже в магазин приходят люди люди и спрашивают именно такие монеты именно такого порядка хоть они и сильно оторваны вот металла в сравнении например с теми же монетами латинского союза или же саверенами вот сейчас вы можете на своих экранах увидеть фотографии фотографии по которым мы покупали эти экземпляры думаю монеты неплохие информации я вам достаточное количество дал именно по ценовому коридору вы детально можете написать в комментариях какие ценники у вас подобные монеты вас продаются дороже или дешевле это все нам будет очень интересно обсудить в комментариях можете написать покупали ли бы вы себе по таким ценам как я озвучил подобные монеты или все же это очень дорого или дешево это очень нам все будет полезно но она сегодня у меня все надеюсь вас все хорошо все нормально по традиции Всем я вам пожелаю нумизматической удачи, крепкого здоровья и мирного неба над головой всем нам. До свидания, уважаемые зрители. Продолжение следует... Продолжение следует...